Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер и это WarsP Online. Безумие инженера. Давайте глянем, что это за игруха такая. Итак, выберите фракцию. Ага, какая же фракция тут? Проклятые, смотрите, избранные, перворожденные и горные кланы. Ммм, интересно, смотрите, чуваки-то тут разные всякие. Так, давайте этих глянем. Люди были созданы богом Харадом, чтобы вместе с перворожденными защитить мир от тьмы. Короче, здесь типа люди, эльфы. Далее, горные кланы много веков назад предки горцев прокляли предавших их сородичей и во главе со своим вождем Берингаром Перегаром навсегда покинулись земли отцов. Прикольно, но вот эти, наверное, поинтереснее будут. Проклятые, проклятые, порожденные черным дыханием змея Гарана. И едва они сокрушили людей и эльфов в годы войны за копье. Короче, мы будем воевать за какое-то копье, интересно. Это мы узнаем позже в самом сюжете. Итак, кого же выбрать-то? Горные, кстати, не чужные такие. Забавные достаточно. Давайте вот горные кланы выберем, не знаю. Итак, далее выбери класс. Описание. Варвары, значит, настоящие мастера ближнего боя. Далее у нас кто? Разбойники вот такие прикольные. И шаманы, мать их. Шаманы, кстати, прикольные. Так, варвары как-то, я думаю, будет неинтересно. Вот этот вот разбойник, ничего вроде выглядит такое. И, в принципе, шаманы тоже. Прославленные чародеи горных кланов. При помощи своих позухов они творят заклинания разрушительной силы. Тайные знания шаманов способны заметно помочь союзникам. Горные чародеи в любой момент могут поразить неприятели молниями или вызвать землетрясение. Знаете, по-моему, круто. Разбойники как-то, ну не знаю. Конечно, он круто выглядит со своими двумя мечами. Я прям даже не знаю. Разбойники. Это ловкие и подвижные бойцы, предпочитающие легкое оружие и экипировку из кожи, не стесняющие их движения. Для достижения своих целей разбойники не гнушаются применять самые грязные и ловкие. И даже могут сделаться полностью невидимым. Вот это круто, конечно. Несение урона, ближний бой, физический урон, скрытность. Давайте возьмем вот их. Итак, выбери внешний вид. То есть мы можем телочку выбрать, а можем чувака. Так, далее. Волосы можно поменять. Я, по-моему, вот темно-русый какой-то. Блин, здесь можно прически менять. Прикольно. О, как будто током ударило. Так. Кого выбрать? Вот, по-моему, вот такой чувак больше подходит. Ко мне. Итак. Введи свое имя. Ой, имя, то есть. Конечно же, мы сейчас введем такое имя, которое вы уже знаете, дорогие подписчики. Отпишите в комментариях, кстати, кто тоже рубится. Игровой мир Рубии. Давайте создать. Имя героя должно содержать от трех до десяти букв латинского алфавита. В имени нельзя использовать пробелы и символы. Аааа, понятно. Ему не понравилась моя единичка. Ну ничего, давайте создать. Фликер входит в мир. Такое имя уже занято. Ты что, офигел? Кто занял мое имя? Вот говнюк какой-то. Ну ладно. Что будем делать? Давайте на русском напишем. Я думаю, на русском фликера нету. Ой. Фо-икер, блин, какой-то. Эм. Ф-ли-кер. Итак. Создать. Имя героя должно... Тебе не нравится то, что я на русском языке, блин, написал? Ты прям издеваешься. Ну ладно. Давайте обзовемся по-другому. Фликер. Мобильный геймер. Вот так вот сделаем. Создать. Ну давай, только не говори, что ты меня все равно не создашь. Во, у нас появились какие-то звуки. Предложение дня. Заканчивается через... Четыре часа. Эликсир гладиатора. Вау, блин. Столько всего прикольного. Так. Купить я не хочу. Используй курсор для перемещения персонажа, чтобы атаковать монстра, открыть сундук или поговорить с игровым персонажем. Просто нажми на него. Персонаж с таким символом выдает задание. Прикольно. Так. Вау. Сейчас я вам расскажу, как вообще игра попала в мои руки и почему я делаю на нее видео. Наконец-то, дорогие подписчики, канал растет и мной стали интересоваться представители в России различных игровых компаний, которые производят мобильные игры, инди-игры и так далее. Вот данную игру, так скажем, я делаю уже на заказ, так скажем. Хочется в первую очередь быть с вами честными и не говорить то, что она меня там сама заинтересовала. Мне порекомендовали так же, как вы рекомендуете в особой, так скажем, теме моей группы. Вот то же самое и здесь. Только со мной связались уже представители разработчиков и это большой плюс просто. Мне очень приятно то, что, несмотря на то, что у меня небольшой канал, на нем даже нет 10 тысяч подписчиков, мной уже интересуется и это круто. Спасибо и вам, подписчики, то, что вы смотрите. Ну, давайте глянем, что это за игра. Во-первых, мне больше всего сейчас, что нравится, это пиксели. Я когда-то тысячу лет назад играл в Сегу, если вы знаете такую приставку, и вот примерно такие игры были там. И, насколько я помню, похожая игра была в Final Fantasy. Давайте вот к Содрану подойдем. Чувак, давай дальнее задание. Холодное утро, приветствую тебя, горец. Я Содран, я что-то содрал, короче. Кузнец в этом городе, а вот кто ты и какими судьбами здесь? Вижу, проснулся недавно, что? Говоришь, кто-то стащил татен твоего клана, что ты нес в подарок верховному вождю? Вождю. Скорее всего, это были разбойники, обитающие далеко к северу отсюда, тебе их уже не догнать. Но, может ты согласишься помочь мне? За ночь пламя в Кузнечном Горне ослабло. Раздуй огонь с помощью кузнечных мехов. Да, без проблем, чувак, я тебе вообще помогу, лишь бы этих говнюков догнать, и я хочу вернуть тот подарок. Итак, персонаж с таким символом ожидает выполнения задания, а этот символ означает, что персонаж готов принять выполненное задание. Класс. Честно говоря, вот сейчас прочитал, из башки вылетело. Ладно, давайте, короче... Ага. Давайте еще раз. Просто возьмись за меха и раздувай с их помощью огонь в Горне, покуда он не станет пылать, как прежде. Эм, ладно, хорошо, где? Где меха? А, он вот, в принципе, показывает. Вот и меха. Все понятно, че ты тупишь, фликер? Давайте возьмем... Вы начинаете раздувать огонь в Кузнечном Горне, отлично, раздувай еще, огонь в Горне начинает пылать все больше и больше. Холодное утро, огонь в Горне... Холодное утро, поговорите с... Понятно, давай, чувак, побазарим с тобой. Чувствуешь, как теперь жарко пылает огонь в Горне? Погрейся немного, а после иди к Кагрицу. К Кагрицу, блин. Он мастер на все руки, да и с головой дружит. Наверняка придумает, как помочь в твоем несчастье. Нрав горных кланов суров, и слабаков в наших землях не любят. Однако, если сумеешь заявить о себе по всему Годго-Рату, твое имя будут произносить с уважением. Ну, классно, мы тут получили опыт еще, да? Класс, класс. Слушайте, можно вот этих вот завалить? Еще давай, вали, вали, вали. Так, нажми на предметы, которые хочешь взять. Я что-то взял, да? А это можно взять? Нажми, чтобы... Что там сделать? Короче, куча чуваков еще пишет, что классно, игра онлайн, и не требует безумно, наверное, быстрого интернета, и вы, в принципе, можете играть в нее с друзьями. Это та же ММО, типа, не помню, я в какую-то Дуа... Даун Гардианс, по-моему, я играл, где нифига ни одного квеста не выполнил. Ну, просто я так был впечатлен графикой, что пошел дальше, валил куда-то непонятно куда. Да, так, вот к Агрицу надо подойти, давайте подойдем. Че ты мне расскажешь, а? Добро пожаловать в Волчий Дуал. Говоришь, в пути разбойники украли у тебя подношение для Верховного Вождя? Вряд ли твое горе кого-нибудь тронет здесь. Есть только один выход, самому найти разбойников и отметелить. Но ты пока слишком слаб для такого похода, постарайся поначалу зарабатывать уважение людей здешнего клана. У многих найдется для тебя поручение. Вот и у меня есть одна просьба. Сходи к кузнецу, Садраану, и возьми у него детали от моей мельницы. Обратно к тому чуваку идти. Ну, давай, давай. Слышь, Садраан, ты знаешь то, что мне кое-что нужно? Да, Кагрицу попросил меня выковать этот стержень для ветряной мельницы. И я использовал лучшую сталь. Так ему и передай. Пройдет много лет, прежде чем этот стержень износится. Ну, классно, классно. Короче, мы пока сейчас ходим туда-сюда. Ну, приятная анимация, честно говоря. Раньше в подобные игры не играла. И меня пока впечатляет. Не буду, конечно, хвалить пока игру. Но достаточно интересно. И что мне нравится, я просто сто лет книги не читал. И здесь хоть какой-то сюжет достаточно пока не особо интересный, банальненький. Но, думаю, дальше будет прикольнее. Вижу, Садраан постарался на славу. Этот стержень приводит в движение главный мельничный Жорнов. Старый пришел в негодность. В итоге весь механизм заклинило. Давай, ступай на мельницу и замени стержень в механизме. Я же останусь снаружи и займусь крыльями мельницы. Классно. И по идее, звездуй туда. Ну, давай. Вау! Прикольно. А, слушайте, а бабло можно собрать? А, типа нельзя воровать, да? Ну, давай. Сделаем. Механизм мельницы устроен довольно сложно. И у вас уходит время на то, чтобы найти и вытащить старый стержень. Осталось лишь заменить его на новый, чтобы механизм начал работать нормально. Вы наладили механизм. Класс! Ветряная мельница, а механизм налажен. Класс. Круто, круто. Вернитесь к Агрицу. Агрица. Прям слово такое, прям. Так, ну... Вижу, ты на кое-что способен. Кажется, тебя ждет большое будущее в землях горных кланов. И даже за их пределами. Ведь Аринар огромен. Но для того, чтобы прославить свое имя, тебе нужно продолжить помогать клану Волка. Раз ты оказал мне услугу, я тоже тебе подсоблю. Кто знает, куда заведут тебе дороги Готгуррата. В процессе подготовки к опасному походу без знаний мудрого наставника не обойтись. К счастью, в Волчьем доле живет такой человек. Это я. Шучу. Превосходно. Твой герой достиг нового уровня. Каждые несколько уровней ты получаешь очки развития, которые можно потратить на изучение навыков. Класс. Ну, в принципе, как в Битве чемпионов Марвел. Превосходно. Твой герой достиг второго уровня. Теперь ты можешь присоединиться к одной из гильдий. Это интересно. Итак, хочешь побеждать опасных врагов и стать сильнее? Конечно, хочу. Приобрети мощное оружие и экипировку прямо сейчас. А у меня что, бабло что ли есть? Я думаю, что я пока ничего не буду покупать. У меня второй левак. Я немножко прокачался. Давайте все-таки прогуляемся. Хочу посмотреть, что здесь вообще есть такое. Вот прям интересно. О, Мастер Вальд. Вау. Прикольно. Большая достаточно карта. Ну, зайчика можно завалить. Иди сюда, ты скотина. На. Ээээ. Какой жестокий. Ну, вот как-то так. Давай пушнину заберем. Здесь, кстати, реальные же чуваки, наверное, есть. Продам конфетти. Универсальная электронная краина какая-то чего-то. А что, все, да? А я не могу вот туда перейти. Ну-ка. Как-то что-то маловато места. А, вон. Нам можно сюда, наверное, выйти и как-то свалить отсюда. Во, да-да-да, я вижу. Потому что хочется кому-нибудь задницу еще надрать. О, смотрите, тут всякие чуваки брузят. А, что это мы по снегу ходить не можем? Давайте поднимем сюда. Что у нас здесь? О, смотрите, мишка какой-то. У меня что, жизни добавляются? Вы что, офигели, козлы? горный козел два козла меня сейчас хотят завалить давай бей бей их да что ты бей давай уже чувак следи за уровнем здоровья персонажа слушай пошли-ка отсюда нафиг вали отсюда я сказал вали 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 о жизни у нас хотя бы восстанавливается немножко а козел то блин не тупой валит за мной так немножко здоровье у нас восстанавливается давайте посмотрим что здесь у нас есть на здесь у нас ничего а это магия какая-то нельзя почему-то ладно звуки достаточно прикольные чуваки а вы кто такие с вами побазарить нельзя нельзя побазарить да он чуть здесь интересно давай давай чувак мне кажется там что-то есть нет нет вообще ничего нет грусть печаль огорчения давайте перейдем дальше колимбед чувак ты чё творишь он просто бьет крысу тебе может помочь давайте помогу крыса и все ты будешь бить блин мне интересно чувак ты это чё убежал с тобой побазарить ты можно грусть грусть печаль огорчения так что у нас здесь я чуть применил да болень зачем я это сделал и кстати нужно какое-то время ему восстановиться видимо у я стал невидимым прикольно система заходи в игру каждый день и получай какие-нибудь ништяки я смотрю тут вообще движухи какие-то творятся давай попробуем тебя завалить найти в нормально нормально я думаю мы так левачок подкачаем как раз давай вали этого кабана уже отлично чё-то заберем и так нажми на предметы которые хочешь взять лишь не знаю чё за предмет копыта сырое мясо торговцы с радостью купят у тебя этот предмет вау торговцы с радостью купят у тебя и этот предмет а я хочу все взять а все понятно отлично давай второго бы назвали ну-ка держи вот этот приемчик а еще вот так вот молодой кабан давай мужик уже вали его ускоряйся сюда пока мы отхватываем по жесткому давай давай примени магию во кстати магии больше жизни отбавляет так ладно ой погоди погоди надо же забрать все все отлично так валим с тобой я не хочу связываться забавная игруля в случае смерти твоего героя статуя возрождения оживит его неподалеку от себя погибший герой оживает рядом с той статуей возрождения которую ты активируешь последний прикольно то есть случай погибели я здесь вот окажусь так но я думаю надо бы конечно выполнять квест но можно попробовать тут есть зелье для восстановления у нас меню общаться с друзьями которых у меня пока нет дорогие подписчики скачивайте игру и тогда вы хоть мы здесь немножко поиграем потому что мало я игр видел где можно реально всем вместе поиграть и может даже пообщаться и так давайте что-нибудь напишем привет всем с вами фликер сейчас меня наверно жестко пошлют он привет всем с вами фликер так против французов монголов против татар против геев ё-моё чё обсуждают тут люди ладно давайте вернемся обратно давайте-ка посмотрим меню вообще это окно карты для навигации использует джойстик устройства или перетаскивания на устройствах с сенсором экраном чё тут надо а увеличить никак нельзя что понятно короче смотрите вот это здоровая в принципе карта год город остров горных кланов прикольно а чё тут еще здесь видимо не открыто а здесь это какие-то пещеры видимо прикольно смотрите задание значит у нас восклицательными знаками оповещается крестик это естественно мы так давайте давайте перейдем обратно задание задание нет но задание нужно получить давайте пока потихонечку отправимся обратно пока он идет так чат операции с игроками общество лавка чудес купить чудо монеты бесплатные чудо монеты здесь наверно чё-то надо ага то есть установите какое-нибудь приложение и тогда вы будете счастливы так новинки где новинки ага руна надежности и прочее прочее но я смотрю у меня вообще конечно никаких кристаллов ничего нету не монет костюмы вау рейден даже костюм ронина написано 699 таинственный ронин лесную смотрите здесь сколько всякой кастомизации прикольные можно даже в бабу одеться вечернее платье но не могу я купить у меня пока монет столько нету костюм кота есть костюм стража забавно ладно давайте отправимся обратно популярные декоративные оболочки что с декоративные оболочки прикольно прислужники а здесь мы можем какому-нибудь чувака так скажем свою команду взять товары для новичка во это кстати мне полезно было бы набор аксессуаров набор варвара новобранца набор разбойника новобранца ну короче здесь тоже много всяких наборчиков руны руна надежности руна исцеления и так далее ну нужно конечно изучать и классно тут всякой фигни полно блин конечно хочется уже с настоящими чувачками пообщаться go дальше кто-то пишет активные достаточно общения здесь ну было бы круто создать конечно свою гильдию кстати по счет гильдии арена 2 на 2 подано заявок 15 давайте попробуем заявка на бой отклонена поскольку твой уровень ниже необходимый минимальный уровень для заявки на участие 4 понятно ну что дорогие подписчики это был первый взгляд на игру wars 1 онлайн достаточно интересно знаете я как будто вернулся в прошлое на лет 10 наверное или 12 назад и блин окунулся в какие-то квесты да я немного пока прошел но все еще впереди и игра не очень много весит то есть если сравнить с другими 3d ммо они весят по гигабайту по 2 и так далее и здесь в реальном времени вы можете поиграть с реальными людьми а также вон чатится во всю куплю урон задавая норм вопросы не из гугла он чуваки то есть достаточно неплохо общаются и мата я кстати не заметил это круто ну что с вами был flicker ставьте большие пальцы вверх подписывайтесь на мой игровой канал делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии всем пока